Невозможно было промолчать по поводу публикации с таким заголовком. Как спасти русских? Ну, я написал эссе. Как спасти русских? Снизить зарплату в Думе. Ну и под заголовок, что такое фундамент души? И остановить поток Чичиковых. И в искусстве, и в спорте, и в медицине, и в любви везде деньги искажают природный процесс служения семье и служения обществу. Я попросил у читателей прощения, что написал это большими буквами, но нечаянно так у меня получилось в моем эссе. Но что не делается, все к лучшему. Это очень важная, на мой взгляд, вещь, что и в искусстве, и в спорте, и в медицине, и в любви везде деньги искажают природный процесс служения семье или служения обществу. Накопилось настолько, что можно и позволить себе и вскрикнуть нечаянно. Вот мне попалось видео Юрия Булдырева, где он выступает в лекции в МГИМО. А передача ВТО функций таможенных, что это антиконституционная и экономическая кабала. Но это экономическая сторона, она важна, но она не определяет, как считает Маркс. Нет. Главное все-таки нравственность. Нельзя платить большие деньги служащим. Они перестанут думать, как улучшить ситуацию в стране, так как им и так хорошо. Зачем думе принимать хорошие законы? У них безумно хорошие зарплаты. Наоборот, они готовы даже принимать законы, которые будут ухудшать положение в стране, понимая прекрасно, что у них-то зарплата их защищает от любых напастей. И в искусстве то же самое. Нельзя платить большие деньги Ван Гогам, и Пушкину, и Бахам. Искусство перестанет быть духовным. Самые богатые в искусстве обычно мало духовные люди. Никогда не были богачами ни Пушкин, ни Достоевский, ни Коголь, Булгаков, Платонов, Есенин, Вертинский, Ван Гог, Рембрандт, Руссо, Врубель, Бах, Бетховен, Рахмайны, Мусоргский. Все эти величайшие гении, если почитать их письма, то это бесконечные мысли, как бы заработать денег. Ну, при советской власти это было особенно ужасно. Платонов подметал двор преуспевающих Союза писателей. Михаил Булгаков, помощникам режиссера, работал, помощник. То есть никакого творчества не было. Он был на побегушках у творца, у режиссера. И получал, конечно, крошечные деньги. И скоро сгорел, пока писал в пламени своего отчаяния. Мастер и Маргарита. И умер. Вот. Это вершины. И они никогда не были богачами. Нельзя платить большие деньги Одному супругу, другому. То есть мужу, жене или жена мужу. Любовь станет бизнесом. И умрет буквально через несколько секунд. Нельзя платить большие деньги врачам и законодателям. Туда сбегутся Остап и Бендеры и Чичиковы. Ну, Остап и Бендер у нас как-то вызывают некоторые сочувствия. Потому что он действовал в стране, где под запретом была предприимчивость. Но когда полная свобода, ну, более-менее полная, ну, хоть какая-то свобода предприимчивости, Остап и Бендеры уже нечто отрицательное. Это уже Чичиковы получается. Так что Чичикову мы не сочувствуем. Вора надо просто лишить права занимать должность. И объяснить всему обществу, сколько украдено, и где лежит, и кто пользуется, и сколько вернули обратно государству. А государство – это народ, то есть народы. И даже в тюрьму сажать необязательно. Боязнь потерять должность и результаты своего родства остановит многих. А поскольку там маленькая зарплата, туда просто не пойдут люди, которые нечестные. И, конечно, не надо, чтобы от чиновников так много зависело. Всякая мелочь. Так что нигде не надо больших зарплат, чтобы туда не стремились к прохвосту. И, конечно, надо воспитывать благородные черты в человеке, которые делают только и только и только. Классика. В искусстве и народное искусство. А вот низкого качества искусства, коммерческое или пропагандистское, наоборот, разобращает общество во вранье. Действительно, если кормить людей враньям, то только вранье и вырастет в душу людей. Больше ничего. Так что классика, классика, народное искусство и народное искусство, и больше ничего. И, конечно, это не так.